Кристоф. Не знаю почему, не спрашивайте, но просто предложили, я согласился. Так, далее. Кем он будет? Драконианом? Дракониан Кристоф. Конжурер? Веномейдж? Эфэлементалист? Эфэлементалист, наверное, будет. Дракошка земли. Вот такой вот. Дракоша Кристоф. Сейчас нам всем покажет, как правильно кастовать силу земли. И немножко силы земли, конечно же. Что у нас есть? У нас есть заклинание Сэндбласта, то есть песчаного такого выстрела. И есть Стоунскин, каменная кожа. Пасвол, прохождение через стену, каменная стрела. Превращение в камень, обращение, петрификация. То есть и Рэпид Деконстракшн. Это довольно специфическое заклинание, но оно позволяет разрушать стены и наносить урон осколками тем, кто находится рядом. Ноу, говорит Мадаски. Ну что, ноу-то? Ест? Что же хотел ты? Диман Спауна хотел? Фигушки тебе не будет, Диман Спауна. Пока что, по крайней мере, точно. Переключаемся на ручное управление скиллами. Доджи врубаем. Немножко файтинга. Стелс тоже не нужен. Спилбастинг, спилкастинг of magic. Нормально. Первым делом нам нужно шанс провала вот этого заклинания снизить в ноль. Ну, единичку процентов хотя бы. Брать спилхангер полностью, чтобы мы могли им спамить. И поднять его силу. Вот это будет наш план на начало игры. Пока же драконин сила земли. А, говорит, сорвется на третьем уровне подземелья. Может быть, не на третьем? Хлебушка нашли. Уже неплохо. Что-то как-то вот этот непонятный изгусток всякой грязи или что там называется. Уз, как у нас переводится точно. А, неважно. Он уже мертв. Никого не волнует это. Отложил Скайрим на полку? Да нет, будет обязательно. Что-то Даггерфол вечно играть постоянно я не могу. Нужно будет сделать перерыв. И как раз отличным перерывом будет... Немножечко Скайрима. Второй уровень. Отлично. О, плащик нашли. Будет у нас теперь Дракоша в плащике ходить. Го играть за самоперамутантов? Да нет, ну зачем? Слизь. Слизь это скорее слайм. А уз... Уз... Что-то вот запамятило, как переводится. Тина, вязкая грязь, болото. Просто какой-то сгусток грязи. Жижа. Да, кстати, вот жижа хорошо подходит. Че у вас как много-то вообще тут народилось, а? Ща похозят, смотрите. И пробить их толком не могу. Сэндбластом. Придется вручную убить. Нам нужно оружие срочно, для того, чтобы можно было разделывать вот этих вот всяких шакалов. Если камни в руки взять, дамаг существенно повышается. А в руки взять камни... Слушайте. Давайте. Так вот, возьмем. Неплохо. Не знал об этом. Будем бить камнями лицо. Really attack while welding you 20 stones. Вы неуклюже пытаетесь ударить крысу, но... Типа, дамага не повышается. А-а-а! Сэндстоун. Это из камней стрелять. Вот че. Понял, 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 в чем фишка. Когда я держу камень, я могу его распылять и просто в лицо им так и там... На, держи. Жуй. К сожалению, почему-то я перестал пробивать их вообще. Как перестать это держать в руках? Выбросить, что ли? Вот. Странно очень. А еще, говорят, с камнями можно спел юзать на клетку дальше. Это круто. Кирпич оружия пролетариата. Да. Такого, знаете, магического пролетариата. О, у нас камнем кидаются. Больше камней. Больше. Окружают тем временем. Надо отойти в проход, в какой-нибудь встать, чтобы там по одному их разбирать. Берем в руки камни. Юзуем санбласт. Играл в Fallout of Nevada. Нет, не играл. А что? Нужно, что ли, попробовать поиграть? Так, вот это мейса. Какая у нас? Эмейс. Это тоже эмейс. Одинаковые вещи. Колечко. О, рингов в визардри. Отлично. Повышает наши шансы на кастование заклинаний. Снижает там голод, по-моему. Ну, что-то в таком духе. Все понемножку. Следовательная идентификация. Этифицируем поушн. Поушн конфьюжена. Совершенно ненужная штука. Я, пожалуй, выброшу. Третий уровень. Поднимаем интеллект с себя, потому что мы же маги. Камникожа. Запомни. Она армор-класс повышает. Перед боем полезно. Да, надо запомнить что-нибудь. Стонэрол, конечно же, запомним первым делом. Так. Нет, Стонскин на Б у нас будет. Из Меморайзим Стонэрол. Какой шанс у нас каст этого всего? Все это у нас из Школы Земли. Так вот, Стонскин еще трансмутацию имеет в своем составе. А это Конжирэйшн. Да, Макс, ты только пришел, а Гаргуль тут уже нагнули. Для меня там какие-то полярные медведи просто насиловались, нашали по полному. Еще ничего с ними сделать нельзя было. Подходят такие, ты их стреляешь там, бьешь, а они явно вообще плевать. Ты у них Мефити Клауд, а они... Какой Мефити Клауд вообще, отдыхай. Ну а когда подходит, врубают Берсерк и тупо просто тебя ушатывают. Один из них, вот такой вот ушатыватель, уже был на последнем издыхании. Там у него чуть-чуть хитпоинтов оставалось, прям вот самая-самая тютелька. А у меня было больше половины хитпоинтов. Ну я его ударил артефактный булавой, думал, да ну, я его сейчас за один удар убью. А он у меня все эти хитпоинты снял за один удар, ну и, естественно, выжил. В общем, такой трэш. Я не знаю, что с этими медведями, но их просто то ли переапали, то ли еще в чем проблема. Медведи, в чем ваша проблема? Почему вы заставляете страдать так людей? Блин, да, если так отважные вещи надеваешь. Я когда суп играл, первые же найденные вещи оказывались проклятыми. Ну только это... Я же сейчас только начал играть, если что там. В общем-то, без проблем, наверное, можно нового персонажа создать. Скрулл, нчанты, армора. Ну давайте плачь наш нчантим, что ж там. Ремофф керс. Ну вот, ремофф керс заюзли непонятно на что. Файтинг растет потихоньку. Можно должен был покачать, но он минус один, как бы довольно так, посредственная идея. Видимо, проходить ночную игру нормально, я только тогда, когда я буду реально прямо вот на каждом персонаже, на каждом встречном враге, который чуть более опасен, чем никак, то есть у которых есть какую-то опасность, представляет. чтобы ты на каждом вел себя осторожно, вот что нужно. Тогда уже, возможно, зла пойдут лучшим. Отравили нас еще. Да, куча. Больше идентификации. Это значит, что мы можем еще пару поушенов определить, которые у нас есть. Оранжевый поушен. Поушен хасты, то есть ускорение. Желтый поушен агилы и фиолетовый поушен мутации. Оу. А давайте его выпьем сразу же. У вас очень острые ногти. На голове есть пара маленьких рогов. и у меня есть резисты к враждебным заклинаниям. Хэльф умер. Да, да. Хэльф хай. Шик. Ага. Уз, это ил. Нет, но там очень много разных значений. Так или иначе, это обозначает какую-то грязь, то есть тину, ил, что-то может еще. Повезло с зельем. Ну, среднее везение такое. Потому что острые ногти мне не особо нужны. Рога тоже не нужны. А вот резисты к магии дают очень хорошо. Или, может, я неправильно понимаю, что они вообще дают? Филлхангер. Что, у нас спиллхангер не проходит? Наверное, нужно спиллкастинга там побольше в пару раз. Волтс говорит, что в моем понимании это было просто сгустком вязкой какой-то полужидкости. Ну да, это какая-то непонятная фигня. Бесформенная, аморфная. Рога это норм, теперь ты рога, ты дракон. Все по классике, говорит Бедлам. Да я тоже согласен, ты неплонбуха. Сойдет, сойдет. А с той не стал травоядным, как тот уминотавр и не получил разлагающееся тело. Кого богом возьмешь? Как обычно, вихумета. А что, есть другие какие-то? Вот это новость. Я-то думал, никаких других нету. И джип. Но и джип вроде не особо опасен, насколько я помню. Обычно это последние слова, которые произносит наш персонаж в такой ситуации. Тем более, меня тут немножко так поджали. Четвертый уровень. Я более агилен. Окей. маны нету. Берем мысу в руки. Пытаемся его забить. Четвертый уровень. Не очень получается. Тем более, меня бьют двое. Есть. Файтинг повышается спилкастинг. Спилкастинг помог еще и пока не помог. Как же поэкспериментировать с богами? Все равно гуф будет, говорит ясу варлок. Не надо особо экспериментировать. Нужно стараться как-то какую-то тактику отработать. То есть, научиться чему-то, а не просто там все подряд пробовать. Рога не мешает, говорит Кепло. Пока не найдешь шлем плюс 10 с резистами от всего, тут только напильник поможет. Ну, напильник в виде зелья, который позволяет снять мутации. Сюда. Еще один. В руки берем камни. И убиваем его, ушатываем. На получение левела игра повисла. Я так понял, говорит Розимик. В смысле, на получение левела игра повисла. Это ты о чем? То ли у тебя, то ли у него стрим завис, то ли что. А, или про то, что при получении уровня ждет какого-то ответа, там же пишут все текстом, что нужно сделать. Если не экспериментировать, то как тактику выбрать, если только за одного бога играть? Да легко открываешь список людей, которые там проходят на 27 уровне, на 15 рун, и смотришь, за какого бога они играют. Ты видишь, ты себя там поголовно, либо за какого-нибудь этого... Ну, еще самые популярные какие варианты? Это, там, Шейн Куан, Вихумет, там, Трок, Кавару, слами, океан, поушин. Давайте его определим поушину в Бриллианс. Неплохая штука, повышает наши способности кастовать заклинания. Правда, маны не дает в общем проблемы. Где можно сыграть онлайн? Да на официальном сайте. Набираешь Dengeon Crowstone Soup, и там есть Play Online. Ну вот. Ну или что-то в этом духе. Или Play Web Tiles он называется. А Шензари, это не тот, кто нам нужен. Магом Земли быть очень неудобно. Серьезно. Постоянно переключаться на эти камни, меня что-то не прикалывает, скажем так. Что у нас там? Уже третий уровень с антбластом. Потихонечку, я думаю, вдруг, например, еще и рейндж вырастет. Такое бывает в некоторых заклинаниях. О, кстати, Spellhanger на он. Можно временно выключить спеллкастинг. Давайте его выключим. Покачаем вместе с Off Magic что-нибудь другое, чего мы можем покачать. То, что нам нужно для Stone Arrow, Conjuration еще нужен. Stone Arrow, ну, Transmutation и так нормально себя чувствует. А Conjuration нам пригодится, я думаю. Какой цвет дракоши хочешь? Ну, что будет, с тем и будем жить, как бы. Я уже даже не помню, какие у них там цвета. Вот. Ну, там, говорят, как раз есть для земляной магии специальный цвет. Гриндер, мать вашу. Давайте пойдем отсюда. Гриндер довольно опасен. Раз опасен, мы не будем рисковать. Хотя, дал дракон землеколдун. Да, да. Мало оживаемый билд, говорит Рейгун. Еще серьезно, что ли? Кстати, кто-нибудь в курсе, где статистику билдов, посмотреть можно. Она же должна там быть, по-моему, где-то на официальном сайте. Вот. И, насколько я помню, там есть табличка там даже какая-то. И по расам, по стартовым классам, по богам и прочим-прочим. Рейгун пишет, сейчас посмотрю. Спасибо. Попадает черный цвет на минус 2 к навыкам земли. Что это за жесть? Эта жесть называется Dungeon Crawlstone Soup. Эта игрушка, пошаговая РПГшка, очень такого специфичного жанра, называется Ruggie Like. Ну, благодаря Steam, я думаю, уже многие знакомы с этим жанром. Вот. А так он, ну, довольно маргинальный, я бы его назвал таким образом. Сеющее копье нашли мы. У нас, к счастью, есть Remove Curse, то есть, если это проклятое копье. А нет, это просто плюс 3 копье. Это очень хорошо. Раз это плюс 3 копье, то, я думаю, можно немножко полиарма качнуть, как вы думаете. По-моему, норм. Вот у нас из всех скиллов, вообще, любые скиллы, кроме стрельбы, качаются абсолютно одинаково. У них аптитюды, то есть, склонности по нулям. То есть, никаких особо выраженных склонностей, или наоборот, неумения обращаться с оружием у нас нету. Ну что, копье взяли. пока, пока, я думаю, учить не будем, потому что, по идее, все-таки надо на магию как-то стараться ориентироваться. Подбираем камни, которые на нас кидают. Еще, еще, еще. Все, готово, прибили. 14 камней нашли на его трупе. Хорошо, теперь сэндбластом можно пользоваться без каких-либо ограничений. Голода он не вызывает. Когда играл в ДТО, говорит, сделал ник Эниот Перкинсон. Вот тебе имя для следующего персонажа. Так, а что это за ник вообще? Рейгун тем временем линкует там что-то. Сейчас посмотрим. в крал скуринг стейбл андальфа version час мы с этим разберемся даже покажу что к чему только нужно немножко свернуть наверное игру потом 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 переключиться на диск топ нет просто сюда добавим наверное о коралл скоринг резант винт это не остановился него интересует резант алл рун винт цингу f элементалист тингу побеждает как видите что-то частенько на 15 рун виху метки кум колеба кавару топ скорым фастест винс вот без при стрикс это люди кто там играл кем актив стрикс most high scores зигурат руны к сожалению здесь нету именно статистики по расам по отдельно но видно по крайней мере что у нас что кавару мкалеб теку теку но это как раз тоже на 15 рун ребят как раз выиграли они то совпадают результаты сив мунам чиб радосом колеб самым быстрой победы с левилоном и по реальному времени строгом немножко стрикбрейкер провалился тингу элементалистом что ли player talk ото плеер стоп скорость фастест винс 3x минер статс топ киллорс скал с резинт геймс комбо стендинг комбо скорс что за комбо стендинг класс хай скоро я к сожалению тут персональные данные по отдельным людям топ скорость и брадоса лол горит лица чили батас горгулей чили батас я предлагал на прошлом стриме от горит айс варлок лад 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 все предлагали конечно да я верю так давайте пойдем дальше я помню там была таблица может какой-то версии конкретный именно не по людям по сочетаниям классов там различных с богами и стилем то есть за кого они начинали вообще не понимаю грит ригун как им удалось пройти за птицу земляка у нас почти пить они птиц чем хороша полетом но вот потом чем птиц хорошо у нее очень неплохие аптитуды к магии причем кстати говоря к вам по-моему не к земляной магии наоборот аптитуды что самое странное а к воздушный же противоположный ладно оставим это за кадром как они добились подобного смогли как кушать трупы кнопку е нажимай от слова it кушать что еще можем заучить рэпид деконстракшн пока что не можем по сволу даже не знаю нужен нам или нет стон эрол 12 процентов пока что конжирейшн даже там не поднялся ничуть потому что очень много времени провел просто тупо в браузере вот так вот оказалось время шло орки пошли а ну умри что-то sandblast меня не очень впечатляет наверное потому что он не очень сильно прокачан а вот наше копье оно меня впечатляет то ли магию понерфили то ли у меня просто какие-то странные предрассудки дракония насколько я помню не может носить броню да ваши крылья даже такие как у вас не очень большие не помещаются пробу потом сделать комбинацию параметров персонажа максимально несбалансированный никчемный не ну я так точно не пройду нам нужно постараться пройти и это челлендж за мага поэтому максимально неправдоподобная такая и не очень удачная комбинация она конечно хардкору то добавит но мне и так его хватает пока что просто мало камней с собой таскаешь говорит рейгун но да я всего лишь 157 камней с собой держу гриндер сучка давайте рейгинем перед тем как за гриндером сражаться и попробуем идентифицировать оставшиеся поушины поушин поушин нафиг не нужен и поушин канцелейшн отмены свето кончанта оружие плюс 4 будет у нас уже копье прекрасно просто так амнезия мне не нужна и magic mapping окей ну что петрификация нам явно не поможет пасвол наверное тоже из заклинаний у нас есть stone skin stone arrow кстати можно попробовать вполне она это stone arrow у нас имеет радиус гораздо больший больший урон но правда спилхангер довольно большой предрассудок ибо сэндбласт довольно силен это как мне кажется сильнейшее заклинание первого уровня говорит он особенно против небронированных целей ну окей попробуем сейчас ну как думаете на гриндера с копьем идти или взять в руки камни и сэндбластом его потому что с копьем и stone arrow по моему оно как-то более сподручней кипло говорит а короче берешь маг земли но тут же забываешь про то что ты маг земли у тебя есть пара заклинаний полезных в ферле и книга то тогда уже за визарда проходить у него вообще этих полезных заклинаний в книге ух тема в чем проблема мтиц у нее мало маны ну не знаю по моему там у нее минусов на маны нету или я путаю а да гуччи иди спать куда этот гриндер ушел я так хотел гуфнуться на нем здорова здесь что а он pain использует да к сожалению все это очень плохо идет а он нас парализовал я спускаюсь вниз пока имею вот такую возможность кушать хочется в общем гриндер очень опасен я наверно забью на него опс сейчас возможно окажется что гриндер не так уж и опасен почему так плохо нам нужно выпить что-то срочно а пить ничего один с этих пайентов я зажат в углу Меня бьют кнутом Консулейшн, бриллиант, агилити, хейст Давайте попробуем Стоун скинка стану для начала И подняться наверх Там гриндер где-то вдалеке Я, пожалуй, свалю Я еле-еле на одном хитпойнте свалил Потому что меня кидал топорами Там вот этот вот орк Но я не мог остановиться Просто потому что гриндер меня банально Заклинаниями бы уничтожил Повезло, что я выжил Очень повезло, не было ситуации Когда бы должен был сдохнуть, по идее Давайте отличимся Обращаем внимание на голод Там вон еда уже к нам подходит по коридору Стой, говорит Рейгун Ты, как всегда, пару ходов профукал Ну, пару ходов профукал Да я вообще что-то как-то пытаюсь Просто разобраться с заклинаниями И оказывается, что они Довольно-таки Одни ману требуют И не попадают Ну, наверное, просто потому что У нас пока что Из-за Шести Уровни Заклинания Сталом Айрол Только два уровня Есть Биталам тут что-то Линк какой-то на всякий случай Дает Ну, что это за линк Давайте посмотрим Почему он не нажимается Вот нажимаю на него Ничего не происходит А, ноу Ясно Да, знаю Это сайт Почему ты ходишь По лестницам вниз При отступлении Ну, потому что у меня Рядом был гриндер Это единственный вариант Был, куда мне отступить Так, чтобы стопроцентно С ним разорвать Видимость Вот Так-то, конечно Можно было попробовать Просто по уровню Убежать от него Но Вот Я надеялся Что просто там будет Как бы не так уж Страшно принимать Меня Всякая Разная нечисть И живность Естественно Рейгун Действительно По лестницам Ходить вниз Это плохая практика Санбласт Несет гриндера Он небронированный И будет получать Мощный урон При камнях Экапированных Ладно Ты меня уговорил Нет, серьезно Я как бы не шучу Уговорил Сейчас только Отлечимся немножко Или нет Теперь Экипируем Камни Давайте Пойдем искать Гриндера Эй Чу Заня Сюда Наверное Зараза Могла Деться Вот он Ахем Есть Копье Попробовать После того Как они все Сняли Его хитпоинты Где-то на две трети Но неплохо Так неплохо Снести Не по-моему Вышло Но Ювин Да Копье все-таки Понадобилось Копье Как выходит Гораздо Лучше Единственный Недостаток Копья Что оно Максимум На две клетки Бьет Ну то все Телег Тебе повысим И прочитаем Свиток Который мы еще Пока что Не читали Это Ф А это Блинк Между прочим Опа У нас есть Два Блинка Хорошо Теперь Поехали Еще орки Больше орков Ну конечно же Нам нужно Больше орков Каких-нибудь там Престов Не завезли Потому что Престы По-моему Это тоже Неплохо Однажды На семнадцатом Левеле Горит Мандаски Провалился На два уровня А там Слизни Зажали меня В туннеле Начали сливать Какую-то хрень Путно носило Меня А сливаться То есть Начали они Себя сливать Потом Стали маякой И съели меня Ой Мадаски Слушай Как страшно Я потом Спать не буду Потому что Реально Выглядит И звучит Как какой-то Ужастик Редактор субтитров